Ломаем стереотипы. Под таким девизом сегодня открылась Крымская Республиканская Библиотека для молодежи в Симферополе. Ранее она была чуть помоложе и отвечала требованиям юношей. Теперь подросла и изменилась до неузнаваемости. Чем может удивить молодежь современная библиотека, знает Александра Пермякова. Здесь все не так, как в обычной традиционной библиотеке. Все сделано в современном стиле. Практически на каждом метре креативные площадки, где можно почитать стихи, спеть песню и просто пообщаться. Здесь живые площадки для общения. Здесь универсальный фонд для самого требовательного молодого читателя. И для помощи в образовательной программе, и для досуга, досугового чтения. И недавно у нас буквально открылась игротека, настолько сейчас популярная среди молодежи, настольных игр. В год литературы открылась совершенно необыкновенная библиотека. Занимались обновлением, придумывали идеи и разрабатывали сценарий всем коллективам, который, к слову сказать, молодой и, соответственно, понимает своих сверстников, а также их потребности с полуслова. Мы хотим, мы на нашем сайте, в группе ВКонтакте размещаем вопросы, чего бы хотели видеть пришедшие к нам читатели. То есть мы открыты для любых тем. В том числе мы можем выходить даже в неурочное время, в нерабочее, продлевать. Потому что многие студенты, например, работают, а студент – это большой контингент. Вот. То есть вплоть до того, чтобы до 8 до 9 вечера в субботу приходить. Лишь бы были идеи, лишь бы было интересно. Современно, модно, креативно – все это можно сказать о библиотеке для молодежи. Даже перерезание ленты происходит здесь необычно. Вот. Собственно говоря, мы разрезаем нашу ленточку, аплодисменты и проходим. Мы постепенно продвигаемся для нас, играя диджей. Идем за мной. Молодые люди с интересом и восторгом в глазах путешествуют по библиотеке. Стараются посетить каждую площадку, попробовать себя во всех амплуа. Ты – моя ходячая березда. Созданная для многих и меня. Кто я? Что я? Только лишь мечтать. Мы кардинально меняем сказки детские в новую концерную королеву. Решили поменять полностью ее содержание главных героев и добавить. С литературой тесно переплелись образы прошлых веков, в которые легко можно было перевоплотиться здесь же. Я перевоплощаюсь в образ Наташи Ростовой. Мы заранее продумывали весь образ. Я перевоплощаюсь в жульетту. Прическа будет именно в дне тех веков. Мы пришли здесь работать, показать свою творчество, воспроизведя литературные образы. Мы выбрали утро, здесь бюлеты у нас там. Здесь у нас Наташи Ростовой. Морекопец будем делать. Тургеневское там будем делать. Читали стихи, рассказывали басни, пели песни хором. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, зажимчи мои раны. Я солдат, солдат забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Пожалуй, мне нравится происходящее. Здесь присутствует несколько моих хороших знакомых. И мне нравится идея площадки, где люди могут читать свои стихотворения или чужие стихотворения. Это очень интересно. И мне кажется, что это привлечет определенное внимание молодежи к библиотекам. Ребята получили массу положительных впечатлений от обновленной библиотеки. Прошли все конкурсы, поиграли в игры. В конце вечера всех ожидало лакомство в библиокафе. Такие теплые встречи и увлекательные мероприятия здесь будут проходить постоянно, заверила директор библиотеки. За что ребята выразили искреннюю благодарность. Мне понравились все площадки, но больше всего, наверное, мне понравилась атмосфера. Потому что атмосфера, в которой это все проведено, она очень теплая, дружелюбная. И хочется сюда вернуться снова и снова. Здесь отныне будет функционировать Библиопроспект – территория свободного общения и творчества. Так заявляют сотрудники библиотеки. Эта идея позволит разрушить стереотип о неактуальности библиотек и наполнить их залы новыми читателями. Александра Пермякова, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ.